Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Здравствуйте, Отец. Здравствуйте. Еще надо беседовать. О чем будем беседовать? Мы православные христиане, но мы зашли сюда, рассказывать людям, если которые Бога не знают, о Боге, о спасении души, о вечности. Но если вы верующий, вам только можно сказать, что у нас есть на Ютубе большой канал, открытый умоком во свете Библии. У нас там более 14 тысяч видеороликов различных на все тематики есть. О нашей жизни, православной общине, как деревня строится православная. Там многое можете поучительного получить для себя. Если вот эти две строчки зарядите, то третье слово сайт подставите, будет сайт. По сайте форум, будет форум. А чтобы войти по скайпу на разговор, вот это мое имя, фамилия возьмите. Так. Так, ребята, вы православные? Вы староверы или как? Как интересно, сразу все староверы. А почему? А староверы спрашиваешь, что борода? Нет, потому что я старовер. Наши корни староверов. Это беспоповцы, кержаки называются. Но мы узнали, что без священства спасения нет. И тогда мы пришли к церкви. У меня братцы... Я до сих пор живой. Я до сих пор живой. Речь идет о жизни вечной. Иоанн Златоуз говорит, без священнических рук нет отпущения грехов. Тут никуда не денешься. И поэтому... Вот старообрядцы есть, которые старообряд? Есть Белокренистское согласие на Рогорском кладбище. У них есть митрополит Корнилий. Нет, отец, это не ко мне. Хорошо, Новозыпковская. У них патриарх Александр. Тоже старообряд. Это не ко мне, отец. Это не ко мне. Древле православное. У них все книги, все старообрядческое. Да никоновское. Ты можешь сыпать сколько угодно своими знаниями, но они пустые. Нет, это не пустые. Для меня пустые знания. У них настоящая иерархия. Восстановленная. Если кто старообрядцы, мы-то к старообрядцам сейчас не относимся. Официальная православная церковь. Но мы должны старообрядцам показать. Тогда я вам не подхожу. Я старообрядец. Ну, старообрядцев без поповцев 55 толков. Вы ничего толком-то и не объясните, если не скажете кто. Скажешь, я человек. Ну, человек-то это еще не все. Ты скажешь, я русский. А у русских сколько разнообразий. Я верующий. И это еще... И твоя бабка торговкой была. Торговка была, просто ложки продавала. Отец твой рядом с тобой сидит. Все понятно. Мать твоя. Вы говорите, вы из старообрядцев. Почему без бороды? Какой же старообрядец без бороды? Это обман? У старообрядцев лесов, кормена и борода. Чем они? Идентификация другого народа идут. У тебя мало сказал, отец? Да нет, я спросил. Спросил, почему без бороды? Если старообрядец, вы назвали старообрядец без бороды. Я тебе сказал, что мать твоя ложками торговала. Чья ложка? Я сказал, что у вас матери уже давно живого нет. Это говорит о том, что не хочет разговаривать с нами просто. Но я не знаю эту тему. У нас мать героиня, у нас 10 детей живых. Никаких ложек тут нет. Отец инвалид войны, без руки. Мы выросли в трудах с 5 лет. Подсли с ним вместе. Я знаю про все это. Успокойся, Христа ради. Вот чем отличаются староверы от нововеров. Потому что мы видим все. А вы не видите ничего. Так вы староверами кого называете? Родноверов, наверное, которые язычники. Они себя староверами стали называть. Ой, отец. Я даже с тобой спорить не буду. Для вас, понимаете, смута – это то место, где можно ловить рыбу. Грубо говоря, чем мутнее, тем легче ловить рыбу. Вы бы хоть узнали, с кем разговариваете? Рыбу ловить-то. Меня КГБ душило по тюрьмам, я рыбу ловил. Вы что огородите-то? Вы мою биографию сначала узнаете. Посмотрите. Зайдите в интернет. Чем больше вы будете мутить здесь воду, тем больше будет в православном мире смуты. А вы мутите. А вы мутите. Вы не правы. Мы ни одного слова не сказали, чтобы замутить. А вы ничего не делаете известным. Я спрашиваю, вы бороду почему бреете? Простой вопрос, не можете ответить. Можно один вопрос? Вы уже много задали, я ответил, а вы ни на один не ответили. Почему бороду бреете? Почему, если вы старовер? Я сказал 50 слов, а вы сказали 350 слов. Да 350 всех мест у них. У меня 38 томов книг вышло. В пяти университетах веду занятия. Мне есть что сказать. Строим православную деревню с нуля. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Ну, ты же отец. Почему бороду бреете? Ответьте, пожалуйста. Простой, ясный, культурный вопрос. Почему вы хотите на женщину быть похожи? В доме две мамы? У меня две мамы? Нет, бритые. Бритые, зачем на женщину походите? Отец, я тебе сейчас череп вскрою. Потому что нельзя заходить никуда. Да, потому что, блин, если я с бородой зайду, будет глупо. Отец, извини, я тебе говорю вот честно, как есть. Вот честно. Я просто привык вражаться честно. Я старовер, я всегда говорю правду. Знаете, у Фридриха Энгельса борода какая? У Карла Марса поменьше, у Ленина бородка, у Салина усы. А у Хрущевой на голове еще нету. Вот это прогресс общества. Староверы без бороды – это фальшь, обман. Меня просто начали пугать уже. Пугаться, на самом деле. Мне пришлось побриться, к сожалению. На самом деле мне пришлось побриться. Потому что я живу в Питере, и там такие люди иногда сращают. Вот реально. Если вы живете в деревне, вы можете ходить хоть без штанов. Как угодно. Так в городе Питере сколько верующих там, и с бородами. Посмотрите, тут хоть лев называется, там, чтобы не курили нигде. Все иконы, пророки, апостолы, все с бородами. Христос с бородой. Хорош сыпать словами. Хорош сыпать словами. Ты слушать умеешь? Кроме того, что сам трещать. Ну, я вам ответил. Вы не можете сказать, причина какая борода, а я ходил. Вы не можете слушать. Так слушай, Танящий, вы молчите и не отвечаете. Вы коротко ответили, сказали, я дружу с миром, а дружба с миром, если вражда против Бога. Это твой выбор. Это твой выбор. Вот смотрите, выбор где. Вот, Святая Библия. Тут отвечает, без бородок. Давид даже в город не пустил. Я тебе ни свой крест не показал, ни свои иконы не показал. А ты уже Библию махнул. Ты уже на самом деле согрешил. У Саровера в Библии нет. Вот, на самом деле. Передо мной, перед православным. Ну, это реально. Передо мной. Я вас так не сужу. Ты грешишь, ты грешишь по полной программе. Я не грешу. Вот сейчас вот. Мы с вами встретились. Вот хуже пьяного грешишь. И говорит с вами, Отец, извините, ни о чем. Ну, просите меня, что я так говорю, но с вами говорить ни о чем. А кто для вас Христос является? Назовите просто Христос. Кем для вас является? Что? Христос кем для вас является? Лично для вас Христос. Извините, вы пропадаете иногда. Так. Погромче. Я его немножко. Сейчас я скажу. Минутку. Сейчас я возьму микрофон в руки. Минуточку, пожалуйста. Я хотел узнать. Для вас лично Христос кем является? Христос? Да, Христос. Моим проводником в рай. Моим проводником в рай. Ну, проводником. У мусульман другой. Конечно. Что Христос сделал, чтобы быть проводником? Это одно и то же, что и Бог, и что и все остальное. Это мой проводник в рай. Вот и все. Я одну женщину спрашиваю. Говорит, он хороший человек. Я говорю, да, хороший Высоцкий. А тут, говорится, Христос умер за нас. Мы должны сказать. Мои грехи я мыл кровью своею. Он призвал меня и на благовестие послал. Слушай, каждый из нас Христос. Каждый из нас Христос. Вот пошло. Делал для людей хорошо. Понимаешь? Не грешил. Делал тоже. Дело Христово не забыто. Он был первоначальником и первоположником этой веры. Он есть спаситель. Слово Иисус переводится спаситель. А почему? Грехи мира взял на себя. Евангелие Таан 1, 29. Евангелие написали простые люди. Вот оно и дошло. Написано «Движимое Духом Святым». 1, 23, первое послание Петра. Иисус был просто Сыном Господа. И Он является Моим проводником. Вот и все. Не более и не менее. С вашей точки зрения, что человек, который написал Библию, он был таким же человеком. И Евангелие от этого, от этого, от этого, от этого. Они же, допустим, для вас, как бы, святые. Но они каждое по-своему излагали ту же самую веру. Для чего? Вот и все. Вопрос только в том, как вы ее изменили с помощью вашего батюшки. Вот в этом и вся проблема. Потому что я права вера, стара вера. А вы исказили Библию, придумали для себя новую веру, которая удобнее вам. И вся разница. Вот и все. А вы Библию считали от корки до корки? Хотя бы раз? Нет, никогда не считал. Ну, вот поэтому ваши слова недействительные. Господь говорит, небо и земля приедут и исчезнут. Но ни одна буква не исчезнет. Ни йота, ни черта. Ни йота, ни черта не исчезнет. Отец, мы когда будем с тобой стоять перед Господом, а у тебя же Иисус Христос Бог. Да. А у меня тоже Иисус Христос Бог. И он же не будет спрашивать, как ты веровал. А вот как раз и буду спрашивать. Написано в 12.48 Евангелие Тиана. Господь говорит, я не сужу слово, которое я говорю. Оно будет судить вас. Оно, слово. А его если не считали... Златоуз говорит, ты не считаешь Библию, ты не знаешь закона. Не знаю, ты нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. Вы даже не понимаете, что погибельный путь избрали. Вы имя. Послушай меня. Я тебе говорю, что это попы придумали, блядь. Что придумали попы? Библия? А перед Богом ты будешь стоять. Как новорожденный. Вот и все. Уже материки проскакивать не надо. О, ты материться начинаешь? Нельзя этого делать. Нельзя. Сатана полез из вас прямо с рогами и с копытами. Мир вам. Мир вам. Мы православные христиане. Говорим людям о Боге, о спасении души, о вечности. Нет, о вечности. Это вы какой город? Город Барнула, Алтайский край. Город Барнула. А вы мусульманин, да? А вы мусульманин, да? Как я понимаю. Да, да. А вы свою книгу священную просчитали от корки до корки? Можно вам вопросы задать по ней? Нет, я вам не прочитаю вещи. Вы как православные тоже не знаете, что в Библии написано. У нас православных спроси, кто Библию знает. Это наша книга священная. Мало кто знает. Я с мусульманами говорю, он даже не считал свою книгу священную. Я не знаю там в Библии, как написано. А вот скажите, пожалуйста, вы находитесь вот в этом чат-рулетке. С какой целью вы сюда пришли? Вот в этот чат-рулетку, где вы находитесь сейчас, вот сейчас разговариваем. Она называется чат-рулетка. Вы сюда с какой целью пришли? С какой целью пришли? Россия. Я живу здесь. Плохо слышно? Плохо слышно. Я в Питере живу, в Питере. Ну так вы могли прийти в Ютуб, могли разные там каналы есть, Одноклассники, ВКонтакте. А зачем сюда пришли? Вот в этот чат-рулетка. Рулетка. Рулетка, я смотрю, там нормальные вещи. Тут только для одного приходят, для блуда. Женщины это разврат, тут что показывают, ужас один. И мусульман тут 80%. А почему? Вот надо вопрос ответить. Почему мусульман здесь больше всего? Не знаю, мусульмане мало. Я каждый день вот пидоразы вижу, как правильно говорить. Ну, я думаю, причина одна, потому что по запаху идут. Тут женский вопрос решается. Тут ничего больше нету. Тут ничего больше нету. Вот фотографируется, головы не видать. Или наоборот, только одни волосы еще чуть-чуть вверху. Прячутся, раздеты, ругаются, пьют, матерятся. Половые органы показывают. Страм один. Мы пришли сюда благовестовать о Христе. Тут объяснение понятное. А как вот это пристанет? Все так тихо. Все так тихо. Сид не работает все равно, не заблокируют их. Я ничего не пойму. Я ничего не пойму. Он говорит, что с ним сделаем? Что с ним сделаем? С кем? Все равно их не можем заблокировать. Он говорит, не можем все равно их заблокировать. Те, которых хулиганят. Тут блокировать никак. Весь канал пойдет. А вы знаете, кто этот канал изобрел? Кто? 17-летний двоечник. В школе учился. Андрей Терновский. И заработал миллион, уехал в Америку. Он не мог... Еще до двойки все время получал. Биографию его. Зарядите. Андрей Терновский. Терния. Колючки. Нам подсказал... Тут у меня один человек у нас. Спустился сюда. Что тут есть? Я никогда не знал про этот канал. Мы сейчас заходим сюда, чтобы проповедовать Евангелие Христово. Да, вот в Библии тоже написано, что нельзя от этого голубой, который гей... Да. Стоит тело пока... Правильно? Да, да. Ну, мусульмане с ними обращаются, конечно, круто. Там с этажей спускают их связанными вниз головой. Ну, а Господь огнем... Господь их огнем сжег. Огнем. Огнем. Мы сразу оттуда не будем смотреть. Просто пропускаем. Только что? Только что? Пропускаем. Пропускаем. Я не знаю. Я видел в интернете. Их там сколько-то было. И они их на этажи подняли, потом вниз головой оттуда. Головой оттуда. Так что из-за этих-то огонь будет на земле гореть. Это самая страшная срамота. Не, мусульманин там... Тут не голубой просто. Или мусульманин что? Мусульманин что? Мусульманин со своим силом вот работает такси, как я. Ну, на такси всех не посадишь. Два миллиарда мусульман. За такси не посадишь их. Они смотрят за своими. Женщина очень хорошо. Это так. А чужих они... Тут ученые, русские-то себя не ценят. Я благовестник. Я благовестник. Который видео показывает, блин, свою жопу, свой член долбоебы который. Вы только не материтесь. Вы только не материтесь. Так что материться? Так нам нельзя. Так нам нельзя. Это матерок. Это матерок. Это который долбоебы говорю. Это матерок уже. Это матерок уже. Не, это для вас не матеревка. Это для урода который. Все, промотайте. Он два раза сматерился и говорит, что это не матерок. Ну, во, на Христе Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Молчи, что он уходил. Помилуй меня грешного. Мир дома вашему. Мы свидетельствуем о Боге, о вечности, что Христос умер за наши грехи и воскрес. Чтобы люди после смерти не попали в ад в огонь. И для этого Бог оставил нам Святое Евангелие. И мы говорим, что все мы познаем из Святой Книги Библии. Если у вас есть духовные вопросы, вы можете задать. Нет, нету. А вот наши ресурсы большие. Наш Ютуб называется «Во свете Библии открытым оком». 14 тысяч роликов наших там. Хорошо. Да. А если по скайпу, то вот. Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир дома вашему. Мы мир приносим, проповедуя о Христе распятым и воскресшем. Чтобы люди жили по заповедям Божьим и не оказались после смерти в огне, в аду. Вот кто примет Христа, значит, перед ним открывается другое поприще. Хотите больше узнать? Вот наши ресурсы. Ютуб. Называется «Во свете Библии открытым оком». Там 14 тысяч наших роликов. Понятно. Если добавите слово «сайт» или «форум», дойдете на них. А это имя, фамилия для скайпа. У вас есть духовные вопросы какие? Нет. Никаких. Ну, ищите. Достаньте Евангелие, Библию, и там вы найдете ответ. Всего хорошего. Да. Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Мир дома вашему. И вашему мир. Господь посылает по всему миру проповедь Евангелия. И вот с этим пришли православные христиане. Мы случайно узнали про этот терновник, который Андрей Терновский изобрел. Вот отчет рулетка. Это пропасть ада, что вытворяют здесь люди. А зачем, говорит, вы сюда пришли? Ну да. Чтобы сказать о свете, который во тьме светит, и тьма не объяла его. Чтобы люди после смерти в ад не попали. Если желаете больше узнать. Послушайте из тех людей, которые вот... У нас ресурсы такие вот есть. Ютуб называется «Во свете Библии открытым оком». Там 14 тысяч роликов наших. Если добавите снова сайт, попадете на сайт. Он очень тяжеловесный. Там фильмы они сняты. Ну а для скайпа фамилия, имя. Я понял. Хорошо. Спасибо. Если будет желание, значит... Вопросы есть какие духовные? Нет, нету. Спасибо. Нету. Ну, всего хорошего. И вам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мир дома вашему. И вашему дом. Нас Господь научил так Христос, говорит, заходя в дом, приветствуйте мир дома сему. Мы вот зашли на эту яму, на эту прорву, вот эта рулетка, чтобы сказать людям, что ждет за эти дела, что тут делают. Гнев Божий и ад огонь. Так а я зашел-то первый раз за пять лет. Ну, вы-то не так. Так вот другие, это совсем раздетые. Тут процентов 80 мусульман. Люди не знают Бога. Так, вон как. Так, минутку. Вот я-то вижу. Живой воды исцелительный источник. А у нас вот... Вам видно? Я знаю. Нет, просто севастянка-эргандинский. Так. Мы православные христиане, и вот нас Бог побудил на это, чтобы людям сказать о Христе, чтобы не забывали церковь. Они совсем не знают. Ой, знаете, я тоже православный. Все. О-о-о. Понятно. А такой вопрос тогда. Вы, если в церковь ходите, а почему без бороды? Бороду как-то на работе нельзя у нас особо носить. А это неправда. Такой работы нету, чтобы борода мешала. Наоборот. У меня даже... Аккуратную, что неаккуратную. Ну, какая есть. Это протест против Бога. Вот ты зайдешь в книжную лапку у нас при храме, и там им поэт Майков, Гурьянов, Иоанн Крестьянкин. Все. Святые иконы. Ни одного безбородого нету. Не считая там Пантелеймон и Иоанн. А ну, они были мальчишки. Почему? А кого посоветуете на ютубе посмотреть? Осипова? Нет. Нас, смотрите. Называется «Восвятия Библия открытым оком». 14 тысяч роликов у нас здесь. Вместе взятые у Осипова сотой доли того нету. Здесь проповеди. Мои книги, 38 книг у меня вышло. Как мы с ними проехали из Барнаула, вот мы живем, до Владивостока, до Лиссабона, Кандинавию, Прибалтику, везде в библиотеке, 650 городов дарил книги. Запишите. Если добавите слова «сайт» к верхним двум строчкам, дойдете на сайт, на сайте фильма, вот «Открытым оком во свете Библии». Можете убирать. Все, я себе сохранил. Так, вот, Лапкин Игнатий, если вы, значит, это я. Вы по скайпу, допустим, поговорить надо будет. Там-то... Я не могу вспомнить, я смотрел дядьку, он, по-моему, где-то в монастырях, такой известный в Ютубе, ну вот как Осипов, только он именно в этот... Как же фамилия у него, а? Сейчас я вспомню. Ну ладно, чтобы время не тратить, я вам хочу сказать, что мы, верующие, строим православную деревню, где поселиться, вернее, сначала первый разговор ведем, кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Православная. А я в Караганду езжу, в монастырь. Ну, это недалеко от нас тут, не так далеко сказать. Вот. Вы думаете, что скажете, сколько мне лет? Нет, конечно. Вам, вам я бы дал, думаю, ну, где-то около 68. Правильно, 80. Так считай, у меня за плечами пять тюрем и лагерь смерти. За слово Божие. Я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ, распространил по всей стране, насчитал на пленку и 50 книг озвучил. Если вы зайдете на наш сайт, здесь найдете 12 томов Златоуса, 12 книг Дмитрия Ростовского «Жития», «Добротолюбие», это мной насчитаны книги, когда меня арестовали. Это самый большой сайт и самый большой ютубе-канал. 14 тысяч роликов наших только. Я вот был 45 лет начальник детского лагеря православного. Один лагерь на всю страну был тогда. Тысячи детей поднять удалось. Без помощи государства. Ни рубля. И деревню строим, нам ни рубля не отпустили. И мы дороги сами делаем, все. Вам будет очень интересно. А у нас в России 21 тысяча сел погублены, а 10 тысяч, говорит, дышат наладом. 2-3 человека там. Из чего начать? Первым делом мы храм построили. Школа. У нас сейчас, конечно, российскую молодежь прижимают со всех сторон. А ну какая она молодежь? Вот здесь вот зашли, которые, что они вытворяют? Они не жильцы. Больше 36 лет им не прожить. Они накачаны, слова не могут сказать. А вот нас вспоминаем, отец с матерью у нас двое, полкласса не кончили. А у нас 10 детей, 5 братьев, 5 сестер. И мы, ясное дело, отец еще без руки, с фронта пришел, левой руки нет. И мы ни разу, никто не слышали, чтобы наши родители ругали власти. Ну а тогда были там хрущевы, еще приставили, не захватили. Никогда работали. Вот сейчас, допустим, у меня столько пришлось. У меня руки все выверщено. Меня в холодильнике там морозили, еще только небо. 26 лет только пыток. Психиатрия была. Я остался живой. Господь был господин. Я работаю с помощью. Вот так. Я хотел сказать, я на ютубе смотрел больше, говори на Владимир Головин. Я сейчас вам скажу, пару слов отвечу, не уходите. Говори. Отозвонит. У меня брат, он протоиерей. Священник. Вот, если вы зайдете, а у нас общины две зарегистрированы на РПЦЗ. И вчера, вот у нас, когда это, вторник, позавчера, на богослужение к нам прибыл митрополит алтайский, Сергей. Таких поискать митрополитов. Какой он добрый. Какой. А то, патриаршин Кирилл не такой. Нам зачем судить? Нам надо за собой смотреть. Он пришел. Брат ему, он под это, как говорится, награда, крест с украшениями. Я в этот день причащался. У нас строгая дисциплина. Как одеты, вы увидите. Люди. Какой порядок во всем. Ну, это не один день. У нас идут по скайпу занятия трижды в неделю. Если желаете, вот здесь вы все найдете. Сейчас. Ну, я себе отметил, конечно. Да, по скайпу. Вот если зайдете по... Ну, допустим, я в моем мире работаю и в ютубе. По скайпу еще удобно. Только никаких очков, ничего не должно быть. Открыто. Но внизу сразу напишите, чтобы я не заблокировал. Потому что мне в последнее время, ну, нападают. Заблокировать пришлось больше 7 тысяч человек только на ютубе. Пакостники. Всякую мерзость говорят. А у них ничего нет. Они завидуют. А я преподавал одновременно в пяти университетах, 13 школах. Все отделы милиции. Это все за мной было. Воинские части. Три радиопрограммы регулярно. А то Бог делает. Человеку это невозможно. У меня два с половиной часа уходило на сон. Это Господь все делает. И новые люди, новые, новые приходят. Вот мусульмане несколько крестились. Еврейские семьи пришли. В мой дом пригласили еврея одного. А где находится? Барнаул. Алтайский край. Алтайский край. Да. И вот еврея ко мне привезли на дом. Ну, привели. А он гидом работал по музеям. И мы побыли, ну, часа два. И он принял православие. У него родители выздоровели. Он на ум израильевич. Стал священником православным. Мы поехали в Переделкино. И крестился троекратное полное погружение. Там храм Филиппа, митрополита. Которого Малюта задушил. Это люди... Как бы у нас в Караганду я езжу, там батюшка прозорливый тоже. Ну, прозорливый, это, конечно, надо знать Писание. А то сегодня прозорливый, как Иосифов говорит. Куда завели эти старцы? Евангелие в руках не держали. Ничего не знают. Не, ну там, видите, там все как бы при монастыре. Вот знаете, вы когда на сайт зайдете, и направо там столбиком идет 55 папок, я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Притом вопросы отвечаются по четырем параметрам. Что говорит Библия? Полно 77 книг. Вот это вот. Что говорят святые отцы? Это 300 томов. Что говорят жития святых? 1173. Так, минуточку сейчас. Говори. Говори. Ну, быстро. Быстро. Ты когда вчера встречался с Владимиром Владыкой, то у вас о чем разговор был? С кем? С Владыкой. Ну, да ни о чем не было. Я только сказал, что посмотрите сейчас на Ютубе. Я выставил все ролики, как служба шла, как награждал он. Больше ни о чем не было. Благослови, я говорю, Владыка, и все на этом. Сейчас мы позвонили с фепартией. Ну? Да. А где, Владимир, а у вас это есть свидетельство на... Да, там есть свидетельство на... Да, там есть свидетельство на... Нам бы мог ее свидетельствовать на вас. Ну? Сейчас. Какое свидетельство? О чем? На регистраторах. Ну-ка, нам только перерегистрацию прошли позапрошлом году. Или в прошлом году. Ну, вот. Просит они какую-то копию этого свидетельства. А зачем оно им нужно? Мы им не подчиняемся. Ну, я говорю, а зачем? Ну, это вот... Сколько это... Как приходится... Да не надо, мы никакого отношения к ним не имеем. Нам свидетельство нужно по закону Лозовой. Меня милиционер остановил, я проповеду на площади. У меня документ. И нас не трогает. Это мы не свидетели его. Нет, милиционер, здесь совсем не... Сейчас нет другое. Никак. Я думаю, здесь так. Надо только, наверное, здесь может быть индивидом, когда с Владыкой встретиться лично и поговорить. А зачем говорить? Так ко мне он еще не сказал. Он у меня на доме... Я сижу здесь, было воскресенье. И слова не было. Зачем я буду напарываться? Не надо это... Наши силы сидеть спокойно. Так говорит Господь Бог. Отошел. Это вот что-то там свои дела. Так, если у вас есть вопросы, можете задать. Ну, я, в принципе, все понял насчет этого. Так, ну тогда расстаемся? Ну, давайте, если что, будет время, я зайду, посмотрю. Да, зайдите. Вы там по плейлистам можете найти, там все абсолютно. Если на форуме, любое слово выведите в поисковик. И все там есть. 1600 тем. Во славу Божию. До свидания. Слава Божию.